Девушки отдыхают Какое настроение будет? Все, что я узнал за неделю работы с глиной, это, наверное, я столько за всю жизнь не узнал о влажности, процессах сушки, а вообще климате, потому что был оторван от предмета изучения. Во влажную погоду, например, может крынка вообще не высохнуть. Она, наоборот, вбирает в себя влагу. Совершенно потрясающе. Вот оставляешь подсохшие изделия, а прошел дождь, и оно влажное вдруг. Например, если вы делаете большую посудню с ручками, то если дует какой-то ветер, с одной стороны ее может перекосить. Со всех сторон обдувает, наоборот, хорошо. Но если он слишком сильно дует, то все быстро развалится, потому что ручка толще, сам сосуд тоньше, разная усадка у глины. То есть это все нужно экспериментировать, пробовать у себя, скажем, на практике через пальцы. А сегодня погода как? Сегодня прекрасная погода, сохнет все очень быстро, поэтому нам надо быстрее заняться делом. Да-да-да, руки-руки-руки уже чешутся. Глину надо замочить. Если несколько видов глины, то смешать. Если в глине много песка, избавить ее от песка. Ее надо пропустить через вот эту ткань. И, соответственно, переминаем, чтобы избавить глину от пузырей. И чтобы вот эти чешуйки расположить в разных плоскостях. Иначе, если мы замнем, и они будут в одной плоскости, она просто треснет. Треснет. Нужно руку полностью разогнуть и всем телом надавить. Одной рукой именно? Да-да-да, одной рукой. Ну, комок помещается в одну руку. Что-то у меня какая-то странная форма получается. Считаете, что это ваш желудок? Ну, из него можно сделать горшок. И вот в горшке будет ровно столько пищи, чтобы вам съесть на один раз. Чудесная ликория. Да-да. Да, мы сняли все кольца, подстригла все ногти. Насчет колец и длинных ногтей Илья вовсе не шутит. Во-первых, и то, и другое мешает работе. Во-вторых, мешает самой глине. Все-таки это материал, созданный самой природой. С процессом замешивания глины тоже все не так просто. Нужен тонкий подход. Чем отличается кусок опытного от менее опытного человека? Вот видите, я завиваю по спирали. Ну, и делайте свои выводы, господа. Подождите, вот это лишнее, это нельзя допускать. Что-то я еще и замесила сюда. Когда вы это делаете, вы не допускаете растрескивания куска, потому что галактика создана по спирали. Как же вас может треснуть горшок, который замешан, как галактика? Делается это так. Вот так. Теперь под 45 градусов. Еще раз. Опять под 45 градусов. Как бы сказали. Так. Теперь, видите, она вылезает сбоку. Чуть-чуть сбоку. Вот это значит чувствовать глину. Как она себя ведет. Материал должен почувствовать, что вы хозяин. И только после этого можно с ним обращаться. Ласка, и он начинает быть податливым. Вот видите, уже... Чувствуешь, кто хозяин? Гончарный круг Илья тоже сделал своими руками. Взял автомобильную шину, сколотил несколько досок и получился настоящий рабочий инструмент. Мой предыдущий автомобиль Нива. И сковородка. А сверху вот этот вот иллюминатор от самолета. У меня папа проектировал самолет. Военный. Никому это не рассказываете? Нет, 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 мы это скроем. Ну, надо же. И вот такую штуку я сколотил. Сколотили и получился настоящий круг. Настоящий круг. То есть это маховик, который запасает энергию. Его вы бьете ногой, пинаете и возводите конструкцию. В основном все круги были такого, скажем, форм-фактора. Первое, что нам нужно сделать, это поставить глину на центр. Это самый трудный процесс. Если вы освоите постановку глины на центр, то все остальное вы освоите в сто раз быстрее. Илья, а карточка-то нам для чего нужна? Чтобы уточнить форму. Чем больше у вас денег на карточке, тем красивее сосуд получается. Карточки номинал не знаем, посмотрим на изделие. Да. И узнаем, какой номинал. На самом деле основная работа нас ждет впереди. Надо его замыть, а вообще правильно высушить. Потом залащить, потом обжечь первый раз, потом замочить в молоке. А потом обжечь второй раз, а потом покрыть воском, а потом отполировать. Вот тогда он будет готов. Через год будет он готов. Нет, через неделю. То есть это еще не все? Нет. Ну, по крайней мере, форму мы сделали. И мне показалось, я понаблюдала, мне показалось, что ничего сложного. Ну, пойдемте попробуем. Легко. Мне пришлось держать слово и попробовать сделать глиняный горшочек самостоятельно. Включаем наш круг. И здесь начинается самое интересное. Объяснить, как из куска бесформенной глины под твоими руками получается сосуд, действительно невозможно. Весь процесс происходит на каком-то тончайшем уровне. Сложно описать словами, можно только почувствовать. И специально для нашей программы Илья уже легко и непринужденно, в отличие от меня, выкрутил памятный глиняный горшок. Ставим автограф. Памятная подпись и роспись. И автограф. Ура! Теперь наши горшки отправятся в печь. И совсем скоро они смогут занять достойное место среди готовой глиняной продукции. Илья, привет! Приветствую, Лейла! Я вернулась. Приветствую. Привет. Привет за своим глиняным горшочком. Да, вот ваше изделие. Это мое. И колдуктивное. Ну, чувствуется разница, но тем не менее, мой тоже неплох. Звучит? Конечно, звучит. Как же, хорошая керамика. Всегда звучит. Спасибо большое. Ну, а мы продолжаем говорить с Ильей о гончарном деле за чаем в глиняной посуде. Я вспоминаю эту краудфандинговую компанию. Получается, что печь – это вот такой обязательный элемент процесса, да, производства. Ну, дело-то, в общем-то, не дешевое. А какие еще затраты нужны для того, чтобы запустить вообще процесс гончарства? Печь и круг. Печь и круг. Удивительно дорогой порог вхождения печи и круг. Ну, украсительный. Да, относительно. Но если начинать, то можно вот самодельный из автомобильного колеса обжигать, можно вот в костре можно обжигать. Я хочу сказать, что гончарство очень высокоориентабельное. Бизнес мне не поворачивает, слово сказать, ремесло. Ну, вот в этой кружке там рублей на 7 глины, например, электричество рублей на 5. Продать ее можно, там, рублей за 300, за 500, за 700, 300, 400 процентов. Да, накрутка неплохая. Маржа хорошая. Да, 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 да. Можно посчитать. Поэтому высокориентабельная вещь. Совершенно уникальная ситуация сложилась вот в современном мире, что магазины, оптовики и перепродажники столько накручивают, что цена этой тарелки, она скоро сравнится с изделием ручной работы, которую можно купить вот напрямую у мастера. Например, вот эта вот мисса большая, да. В магазине даже штампованное, оно стоит приблизительно столько же, сколько у меня ручное. Покупая штамповку, ты оплачиваешь, значит, всем перекупщикам работу. Вот, а можешь купить и у настоящего мастера, кто это сделает. И платишь только мастеру за его работу, за частичку души, которую он вкладывает в свою работу. Илья, а много ли у тебя учеников? И есть ли люди, которые постоянно просят преподать урок гончарства? Без этого никак собственный рост не происходит без учеников. В гончарстве, я не знаю, это сложнее объяснить, а вот проще, наверное, в канатоходстве объясню. У меня друг хороший, он канатоходец. И он говорит, что вот если ты будешь объяснять методом проб и ошибок, который общепринят, то в канатоходстве, значит, все закончится практически сразу. Плачевно. Да, нельзя научить методом проб и ошибок. В гончарстве, конечно, наверное, можно, но метод проб и ошибок, как правило, отбивает желание заниматься этим. Надо совершенно по-другому. Нужно чувствовать состояние ученика и давать те задания, которые сейчас сообразны его настрою, которые он может сделать. Если он не может сделать, значит, плохой учитель, он не дал плохое задание. И в этом смысле это развивает самого учителя. Когда ты учишься чувствовать состояние ученика как состояние глины, да, еще сможешь сантиметр или нет, или горшок повалится. Сможешь тоньше или не сможешь, или он сгофрируется. Сможешь ученику дать такое задание, которое он сейчас выполнит. Есть ученики у меня, я сам учусь у них, потому что, как правило, конечно, керамика, она бесконечная. Ты можешь показывать только набор приемов, а дальше уже ученик сам экспериментирует, что-то находит, а ты говоришь, о, этого я не знал, не видел, потому что я начинаю у него учиться. То есть получается, что это некое сотворчество, да, то есть вы работаете в тандеме. Да, а потом рождается из этого артель, конечно же, когда одному по душе горшки делает, другому, там, к рынке, третьему, значит, лощить, четвертый, любит замывать, со стихией воды работать. Сколько вообще видов, если можно их сосчитать, керамики существует? И как вообще отличить? Ну, то есть у нас на столе, например, присутствует несколько цветов, то есть цветовая гамма обширная. Ты понимаешь, что разные виды глины, ну, соответственно, разная техника изготовления. Ну, керамика, я говорю, бесконечна, поэтому говорить о том, какие виды, типы и так далее есть, их бесконечное множество, начиная от видов обжига, заканчивая видов декорирования, глазурирования. Одних видов обжига там множество. Например, можно обжечь наутиль, получить просто терракотовый цвет, скажем, такого человеческого тела. Вот у нас есть дальняя кружка, обожжённый наутиль. Вот, у неё терракотовый цвет. Если бы мы взяли белую глину, она была бы белая. Как у меня, да? Да, вот это обожжённая тоже наутиль белая глина. Значит, это уже чернолощёный обжиг. Это та же глина, но в бескислородной среде. И вдруг выгорает кислород в самой глине внутри, и она становится чёрной. Первородная такая керамика. Керамика – это путь в бесконечность и такую отрадную бесконечность, когда хочется экспериментировать, экспериментировать и экспериментировать. И совершенствоваться. Да. Можно ли меня уже назвать учеником твоим, или... Можно, конечно. Если я захочу, могу ли я достичь больших высот в этом деле? Если мы захотим, мы сможем сделать всё, что хотите. А вот я сегодня, с твоего позволения, заберу себе домой свою посудинку ручной работы. Я могу её пользоваться? Конечно. То есть из неё можно есть, да? Несмотря на то, что она ничем не покрыта, она будет прямо только из печи. Ну да. А какие-то рекомендации ты даёшь людям, которые покупают или делают своими руками посуду, при домашнем пользе не забирают? Ну, конечно, глина – это живой материал. Поэтому с ним надо относиться, к нему надо как к живой субстанции, потому что он и впитывает, и отдаёт, и любит хозяина, и даёт вкус предыдущего блюда. Поэтому, значит, это в неком смысле не фарфор и фаянс. Чтобы не смешивались запахи и вкусы, нужно, конечно, для чая одну кружку, для кофе другую, для каши с луком такой луковник специальный, для гречневой каши можно там одну. Что здесь посоветовать? Бережно относиться к посуде, потому что она живая. Все правила пользования вытекают из этого наставления. Время покажет, какие у нас с моей первой глиняной посудой, глиняным горшочком сложатся отношения. Первый урок гончарства получен. Впечатлений много. Главный вывод – это не так просто, как кажется. А ещё это очень заразительно. Хочется создавать всё больше и больше. Илья, спасибо огромное за этот урок замечательного гончарного мастерства. Я теперь поняла, что на самом деле не боги горшки обжигают. То есть можно своими собственными руками. Однако, конечно же, под чутким руководством такого замечательного мастера, как ты. Благодарю. Спасибо огромное. Хочется идти дальше, хочется осваивать это дело. Но я надеюсь, что это мой не последний урок. Да. До встречи. Спасибо. Благодарю. Спасибо.